Когда-то, да, когда-то работающий музыкальный инструмент. Видите, в каком он жалком состоянии. Заведующая клубом села Амгу Людмила Меншова проводит экскурсию по своим владениям. Назвать здание культурным учреждением сложно. Находиться здесь можно только в верхней одежде. В этом году нет даже дров, чтобы отапливать помещение. Плюс отсутствуют стекла в паре окон. Даже спектакли я ставила. Я когда-то работала в школе учителем русского языка и литературы. 29 лет отработала. Ушла я сейчас на пенсии. А тут меня уговорили работать в клубе, чтобы наша молодежь, детвора, не шлялась по кочегаркам, а хоть к чему-то была, к делу какому-то приставлена. Энтузиазма Людмилы Меншовой хватило только на библиотеку, творческие вечера и постоянно действующую художественную выставку. Спасти куб от разрушения должны местные власти. Он находится в зоне ответственности администрации сельского поселения. Доходная часть местного бюджета невысокая. Здесь надеются на помощь спонсоров. Он пообещал, что в следующем году хотят этот клуб вложить в программу, то есть разобрать и построить из остатков новое здание. Ну, насколько это будет реально, будет видно в следующем году. А в этом году мы опять будем зимовать в холодном помещении. Ну, единственное, что очень плохо, что детям ходить некуда. Они у нас заброшены. Бьемся как можем, будем стараться выходить из положения. Поэтому ситуация такая, какая есть. Местной администрации необходимо не только на спонсоров надеяться, но и наладить конструктивную работу с краевыми властями. Сегодня на принципах софинансирования в Приморье работает несколько программ, в том числе направленных на сохранение очагов культуры в отдаленных населенных пунктах. Данил Макарыч, Олег Бумиструк, Панорама.